приветствую вас аля что вот прям вот так взять и разлюбить человека вы хотите или как я вас собственно правильно понял вы замужем у вас двое детей двое любимых детей очень интересная формулировка любимые двое любимых детей вот вас двое любимых детей а но вы пять лет любите другого мужчину и вы спрашиваете нас как его разлюбить люблю другого человека как его разлюбить но вы знаете а если вы думаете что психолог это тот специалист который поможет вам собладаться своими чувствами да это вы думаете что психологи помогают менять одни чувства на другие то я вас наверное спешу разочаровать психологи именно этим не занимаются вот то есть мы не занимаемся а мы не занимаемся сменой чувств мы не занимаемся вот именно смех смены чувств мы не занимаемся вот мы мы занимаемся а помощью людям скорее да помощь людям в понимании своих чувств мы занимаемся помощью людям в разборе своих чувств мы помогаем людям лучше себя понять мы помогаем людям лучше лучше в себе разобраться вот и мы как правило работаем с этим мы не помогаем людям менять одни чувства на другие то есть если вы в течение вот как вы говорите 5 лет любите другого человека значит у вас есть к нему чувства а значит место для этих чувств в вашем эмоциональном скажем так ресурсе есть и оно свободно как минимум это место свободно в эмоциональном ресурсе вашем если у вас есть свободное место для эмоции если у вас есть место в эмоциональном ресурсе то можно с уверенностью говорить о том что чувства к своему мужу именно чувства к своему мужу а вы вероятнее всего не испытывать и если вы не испытываете чувства к своему мужу то естественно что вы влюбились в кого-то еще естественно вы влюбились в другого человека это это нормально это нормально чтобы влюбились двух человек потому что у вас а есть свободный ресурс свободный эмоциональный ресурс у вас есть и поэтому вы влюбились в другого человека. Если бы, если бы ресурса не было бы, если бы у вас не было бы ресурсов, свободного ресурса, то вы бы никогда, никогда не смогли бы влюбиться в другого человека в принципе. Понимаете? Значит, нужно смотреть, нужно именно смотреть на то, какие у вас отношения с мужем, да, если у вас там некоторые сложности, проблемы и так далее. Если вы сможете эти проблемы разобрать, да, если вы сможете эти проблемы разобрать со своим мужем, если вы сможете эти проблемы разрешить вместе со своим мужем, например, можно гармонизировать отношения с мужем, да, можно гармонизировать эти отношения, то в таком случае вы получите реальный шанс для того, чтобы тот человек, которого вы любите сейчас, чтобы он, этот человек, ну, грубо говоря, стал для вас менее значимым, менее важным. Вот. Такая вот история. Либо вы окончательно поймёте, что со своим мужем вам отношения не построят. И если вы, например, поймёте, что со своим мужем на данный момент вам отношения не построить, то вам нужно просто признать эту пусть и не очень приятную, но всё же истину, от которой в том числе и страдают ваши дети. А то выглядит это, вот, знаете, ну, выглядит это примерно так, что вы хотите, значит, пожертвовать, вы хотите пожертвовать собой ради своей, значит, семьи, да, ради, вот, ну, благополучия своей семьи любой ценой. И вы делаете несчастным себя, потому что вы с нелюбимым, по сути, человеком. Вы делаете несчастным своего мужа, потому что он с, ну, с женщиной, которая его не любит. Вы делаете несчастными своих детей, потому что они чувствуют, что между их родителями не всё гладко и не могут не ощущать того, что, ну, что мама и папа недостаточно эмоционально близки, ну, или просто не близки. Понимаете? А вот. Это с одной стороны. С другой стороны, если вы допускаете для себя возможность игнорировать свои чувства, да, то есть, грубо говоря, ну, не делать ничего, для того, чтобы ваши чувства имели возможность реализоваться, да, то есть подозрения, что вы склонны себя обесценивать. И если вы склонны себя обесценивать, то вам было бы очень полезно поработать над своей самооценкой и принятием своих чувств. Потому что я понимаю, что, возможно, вы пытаетесь быть хорошей женой, я понимаю, что вы пытаетесь, возможно, быть хорошей матерью. Но, в первую очередь, вы человек, в первую очередь, вы личность, точнее, вот, во вторую очередь, вы женщина. Вот. И, собственно, только дальше вы уже жена, только дальше вы уже жена, и только дальше вы уже являетесь родителем. То есть, на первый план выступает человеческая принадлежность, ну, общечеловеческая принадлежность и гендерная принадлежность. Вот только, только так, и не иначе. У вас же имеет место быть, судя по тому, что вы описываете, у вас имеет место быть перекос. Вот. И, соответственно, соответственно, из-за этого перекоса вам и тяжело. Ну, то есть, вы не чувствуете себя, ну, реализующейся полностью, полноценно реализующейся, вы себя не ощущаете. Вот. И я бы сказал, что это, ну, вполне себе, такая естественная позиция, потому что вы считаете, что, ну, что просто можете взять, да, и разлюбить человек, как будто это взял, как будто это так легко, легко, да, просто взять и разлюбить человек. Вот. Нет. 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 Это не легко. Это совсем не легко. Я вам даже больше скажу, что это невозможно, невозможно разлюбить человека, невозможно разлюбить того, кого любишь. Потому что это чувство, оно не зависит, как бы, от нас, ну, наших чувств, наши чувства, наши чувства, они от нас не зависят. Вот. И вы можете только посмотреть, вот именно посмотреть, а именно посмотреть вы можете только лишь свою направленность на человека. То есть, что конкретно я к нему чувствую, что конкретно я ощущаю к нему, что конкретно я хочу от него, что конкретно я могу сделать для него. Потому что если, если у вас любовь, если у вас любовь, ну, вот, на самом деле, да, если у вас действительно любовь, то вы хотите, чтобы человек был, условно говоря, счастлив, ну, счастлив. Вот. Знаете, вы хотите, чтобы человек был, счастлив, вы хотите, чтобы у человека всё было хорошо. Вот. Но, если вы хотите чего-то для себя, да, если вам, вот, хочется чего-то для себя, то это, вот, соответственно, вопрос, который нужно задать. Задать себе вам, в первую очередь, что вы хотите, что вам нужно. Как правило, как правило, любовь, вот это чувство в браке, да, оно возникает, как правило, ещё раз повторю, как правило, как правило, оно возникает, ага. В контрасте, как правило, как правило, то есть, вот, ну, контраст. Есть муж, да, есть муж, который, ну, условно говоря, не даёт вам, допустим, того, что вы хотели бы. Вот. То есть, есть муж, который, вот, не удовлетворяет ваши добредности, который не даёт вам того, чего вы хотите, того, что вам нужно. Вот. Вот. И в этот момент появляется другой мужчина, вот, который выглядит на фоне вашего мужа, ну, несколько более, скажем так, привлекательнее, да, выглядит этот человек. Вот. И вы влюбляетесь в него, потому что происходит идеализация. Вот. Идеализация того, кто, вот, ощутимо выигрывает у вашего мужа, потому что вы это не свободны. Вот. Вы это не свободны в своих, ну, своих действиях, в своих поступках, в своих желаниях, кто чувствует себя не свободно. Вот. И, соответственно, возникает такая вот история. Соответственно, называется влюблённость. Влюблённость, ну, влюблённость, это не что иное, как идеализация по сути своей. Вот. Такой вот момент. Я, в принципе, понимаю, что у вас не самая простая, мягко говоря, жизненная ситуация. Вот. Я отдаю себе в этом отсчёт. Вот. Прекрасно отдаю себе отсчёт в этом. Ну, я так же понимаю, что, вероятно, вероятнее всего, сами вы заблуждаетесь как насчёт того, что чувствуете к своему мужу на данный момент. Так, и насчёт того, с какой целью вы пришли к психологу. Ну, то есть, вот, с какой целью вы обратились. То есть, у вас, вот, возможно, отсутствует такое вот понимание, да, того, что психолог вообще может, ну, для вас сделать. Так что, сформулируйте свой запрос, чего вы хотите, именно хотите и именно в чём ваше противоречие. И поработаем с вами в этом направлении. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам, значит, понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вам ситуация разрешится. Вensitive. Я желаю всем получить святую cassette, пока что он voltит на посадку.